Сейчас? Куда мы пришли, Елисей? На березу на улице, ты видел поезда, а вон он, а он у нас ходит в какие пути. Ага, старые, да, рельсы ржавые, да? Да, вот. Ты видел здесь, чтобы поезд ходил? Ну пойдем, что поближе, посмотрим, как река разлилась и мост этот. Смотри, рельсы какие ржавые, здесь давно поезд не ходил. Смотри, видишь, ее ремонтировали, здесь бетонная, вот она, бетонная шпала, а остальные деревянные. Чего, уходить, не ходить по путям? А здесь и наш дом виден, да? Ну давай, показывай, как ты по шпалам шлепаешь, только в болоте не утони. Не утони, да, между шпал болота, надо только по шпалам шлепать. Давай, перешагивай. Ох, интересно, а стрелку мы увидим? Есть здесь стрелка где-нибудь? Вон он, мост. Сейчас его поближе посмотрим и вам все покажем. Он старый, разрушенный, по нему уже давно не ходят поезда. Ты знаешь, зачем рельсам шпалы? Не знаю. А если бы не было шпал, рельсы бы разъезжались, становились бы шире или уже, да? А шпалы их держат. И будем, как он плыть, так нравится, где-то слава этих. Лисей научился перешагивать, да, по шпалам? Ржавые старые рельсы. Ну ишь, ремонтировали, есть бетонные балки. А вон там какое-то укрепление, смотри. Сейчас пойдем туда смотреть. Ой, вставай, упал? Аккуратно надо быть. Ой-ой-ой, не падай. Вот так, прыг, скоб. Когда еще? Где по рельсам походим? Ну, пару раз мы видели, здесь ходил поезд, да? Смотри, Елисей, а тут новенькие кирпичики насыпали, видишь? Ремонтировали, обслуживали, наверное, пути и засыпали новой галькой. А вот эта штука, это укрепление путей. Такое часто бывает на мостах. Пошел бы страшный. Дырки, перешагивай аккуратно. Только, потому что мост старый уже, поэтому дырки. А тут дырка, видишь, заделали. Широкая дырка была и заделали металлическим куском. А здесь, смотри, вообще разрушено. Надо обойти по кирпичикам. Видишь, как старый бетон разваливается? Вот у него каркас металлический внутри. Он остался, а бетон уже все, пыль превратился. Смотри, Елисей, как речка разлилась. Глянь, здесь теперь везде вода. Вон она, речка. Речка разлилась, и теперь везде вода под нами. Вот это да. Поэтому и строят земляной вал, высокий такой для железнодорожных путей. И подошли к этому мосту. Ух, какой он здоровый, металлический, да? Мы проезжали на таком, Елисей? Да, проезжали. Проезжали, когда катались на поезде, да? Да. Смотри, а тут какие, видишь, кармашки сделаны, как балкончики. Но лучше на них не наступать, они старые. А там вода, речка разлилась. Смотри, какие бетонные опоры у моста. Смотри, видишь, мост стоит на таких толстых бетонных опорах. Мы это болото. Потому что поезда бывают очень тяжелые. Здесь ходили раньше грузовые поезда. Дорога вела на завод. Так, отойди, близко так, не подходи. Это не болото, это речка разлилась. Смотри, тут видишь, какие шпалы начались? Видишь, какие? Они другие уже. Деревянные. Смотри, там видишь, что написано на мосту? Внимание, проход по ЖД мосту запрещен, опасно. Потому что мост старый, и по нему уже нельзя ходить. Ну, хотя, видишь, дощечки здесь новые сделали. А вот здесь между мостом дырка. И там вода, смотри. Тебе не страшно? Нет, здесь не страшно. Ты же боялся моста. Нет, не боюсь. Не боишься? Безстрашный такой? Безстрашный. Пойдем смотреть? На руках или сам пойдешь? Сам пойду. Сам пойдешь? Вот это да. Только крепко-крепко маму за руку держи. Маме самой немножко страшно. Чуть-чуть. Там мы с тобой посмотрим речку. И назад. Мы встали на мост. А тут такие деревянные. Они, конечно, новые, но все равно немножко страшно. Да, Елисей? Да. Аккуратно. За руку иди. А там вода. Мост такой вон длинный. Мы на полос. Все. Раз написано опасно, значит, не пойдем. Да, Елисей? Опасно. Мост опасный старый. Видишь, вот здесь лесенка идет наверх. И хулиганы вон залезали, и там даже что-то написано писали. Так делать ни в коем случае нельзя. Вот она лесенка. Конечно. Потому что это очень опасно. Высоко можно упасть. Здесь вот тоже деревянная дорожка. Двойные шпалы. И еще смотрите, как мост укреплен. Деревянное. Серединное укрепление посередине. Потом сами рельсы. И еще балка железное укрепление. Вот так. Елисей, ну разве можно лежать? Конечно, потеплело. Ну-ка, вставай на ножки. Вставай. Вставай. Пойдем туда дальше. Дойдем до конца пути. Посмотрим, как там экскаватор работает. Пойдем. Машина, что произошло? Что произошло? Сломалась? Сломалась. Да, конечно. Ты ее по грязи покатал. Грязная какая машина твоя стала. Поехала машина. А машине можно по путям железнодорожным ездить? Скажи. Нельзя. Нельзя. А чего она у тебя едет по путям? Потому что она здесь камень. Пошли, ну, катать. А то ты там, кажется, познаешься. Поезд? Там идет поезд. Ну-ка, давай посмотрим. Где же там поезд? Да, нету поезда. А мост длинный. У-у-у, здоровый какой. Ага, там табличка тоже стоит. Что проход запрещен по мосту. Хотя мы видели, да, рыбаки шли. Вон у моста тоже есть балкончики вот такие. На них, когда если идешь по мосту и вдруг едет поезд, можно выйти на балкончик и переждать, пока поезд проедет. Вода разлилась. И смотрите, сколько грязи. И все это в речку. Ребята, никогда не мусорите. Мусор выбрасывайте строго в мусорку. А лучше разделяйте мусор на пластик, бумагу, стекло. И отдельно утилизируйте батарейки. Какой мост? Ты меня потерял, что ли? Я могу перейти. Перейти? Не, мы не пойдем туда. Переходить? Переходи. Давай, мы посмотрим, как ты переходишь. Ну, какой молодец. Молодец. Лежи на путях. Смотри, вон, видишь, земляной вал насыпан? Перпендикулярно дороге железной. Это его насыпали, чтобы дальше река не разливалась. Потому что бывают очень сильные разливы, да. Вот там вода, а за валом вот этим земляным нету ничего. По этой же причине и железная дорога так высоко находится. Чтобы когда речка разливалась, поезд не утонул. А шел по рельсам, а не по воде. Поезда же тяжелые. Они не умеют плавать. Конечно же, на железной дороге нельзя играть с машинками. Но так как это заброшенные пути, мы здесь немножко покатаем, да. Пожарную и эвакуатор. А какой там у тебя эвакуатор? Покажи. Застрял, эвакуатор метр. Вот он. Пожарка поможет выехать ему? Так, встань, не лежи на путях. На корточках сиди. Вот так и катай. Можно не заметить поезд, да и собьет. А ты знаешь, почему шпалы черные? Да. А, видишь, они не деревянные, они черные. Знаешь, почему? Шпалы черные, потому что они смазаны мазутом, чтобы дольше хранились. И чтобы от влаги не размокали и не портились. На балкончик. На балкончик? Да. Если поезд будет идти, да, надо выходить вот на такие балкончики. Ну, здесь поезда нет и не скоро будет, поэтому уходим. Ребятам скажешь пока? Пока-пока, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и зайдите мои ролики. Да. И тогда мы будем больше и чаще снимать ролики. Если вам понравилось, ставьте класс под этим видео. Раньше шпалы всегда были деревянными, но потом их начали делать бетонными. И вот, когда реставрировали пути, здесь через несколько шпал идет всегда бетонная шпала. И заканчивается, и работает экскаватор. Сейчас мы посмотрим, но не знаем, покажем ли. А здесь, смотрите, вон река разлилась и все залила. Поэтому железнодорожные пути так высоко насыпаны, чтобы когда река разливалась, поезд не шел по воде. Экскаватор, а дальше там дробилка. Видишь, экскаватор копает, а дробилка, видишь, дробит большие бетонные камни в мелкие крошки. А вот он стоит самосвал. Как подробит, будет загружать. Вот это да. Пыль столбом. Еще какая-то машина странная. И железнодорожные пути здесь идут дальше, туда, на завод, да? Вот они пути. Вот они пути. Ворота здесь. Вот здесь какая машина вдалеке. Какая машина вдалеке, Элисей? Какая? Ага, дробилка, да. Вот еще, да, железное укрепление. Да, рельсы реставрировали и стягивали их такими железками. Вон какой болт, не раскрутится. Это чтобы рельсы не расходились и поезд мог идти. Потому что ширина пути очень важная величина. Там еще, да? Ага. Ух ты, ничего себе. А вот это, видишь, шпала какая разрушенная. Вот когда мазут из шпала выбивается водой, вот она, смотри. Это не разрушенная, это хорошее. Сзади шпалы так распадаются. Поэтому бетонные шпалы лучше, чем деревянные.